Впереди только Москва. Более 200 спортсменов со всего Татарстана боролись за право представлять нашу республику на Кубке России по карате. О начале этих соревнований по классическому стилю карате и сёто-кан, которые проходили в 76-й гимназии, мы рассказывали в нашем пятничном выпуске. Напомню, тогда спортсмены показывали свои умения в состязаниях по кота, в показательных выступлениях. Во второй же день проходили спарринги, кумите. И вот итоги турнира. С японского языка слово кумите переводится как «встреча рук». Но у этого слова есть ещё один вариант взвода – «встреча партнёров», который демонстрирует воспитательный химонистический свой карате, в котором нет противников, а есть лишь партнеры. Испытать свои силы в кумите прибыли спортсмены из разных городов и районов Татарстана. Это набережные Челны, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Тукаевский, Высокогорский и Зеленодольский район. Ребята от 8 до 10 лет соревновались в рамках Кубка Федерации. Побороться за Кубок Республики Татарстан предстояло спортсменам от 10 до 16 лет. Ребята были настроены решительно, ведь многие из них неоднократно принимали участие в подобных состязаниях. Среди юных каратистов были и те, кто сумел достичь не только всероссийского, но и международного признания. Так Юлия Крюкова в прошлом году успешно представила Россию на Кубке мира по карате в Италии. И здесь она в числе призёров. Я сегодня тут в Челнахе. Тест заняла первое место. А покатаю второе. Ну, легко, скажу я вам. Сложно. Я очень рада встрече в этом соревновании, в этом соревновании, которое происходит в Челнахе-Дарстан. Это в Дарстанхе первое соревнование. Я заняла первое место. Мне очень тяжело, но я пасарал. В результате в общекомандном зачёте третье место заняли спортсмены из Казани. Второе – ребята из набережных Челнов, а лучшими были признаны каратисты из Нижнекамска. Большинству из них войдёт в состав сборной Республики Татарстан по карате. Спортсменам предстоит побороться за Кубок России, который пройдёт в Москве 20 декабря. Узель Исламова, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.